Эти кадры из вчерашних съемок. Как вы видите, вторая волна наводнения вновь настигла Аулхоц. Вода везде. По предварительным данным, в зоне паводка на сегодняшний день оказались 90 домовладений. По сравнению с прошлым разом, можно так сказать, что было не намного больше, но на этот раз развилась она уже по-другим этим. И оплатила почти часть аула. И по потоплению. Сейчас комиссия работает, сейчас только устанавливается. И ущерб будет готово только ближе к вечеру. Ситуацию на контроле держит глава республики. Сразу же на место стихии прибыло руководство главного управления МЧС Адыгеи. На помощь жителям отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона, службы района, а также все неравнодушные. Отзывчивых жителей у нас в районе немало. Эта беда объединила многих. Так, минувшей ночью педагоги и повара Вольнинской и Герухайской школ готовили горячий обед для ликвидаторов впоследствии стихии в ауле Хоц и Хоторе Кармалина-Гидроицке. А эти съемки уже сделаны сегодня утром. С раннего утра в ауле Хоц заорганизована работа по откачке воды с приусадебных участков и расчистке водоотводных каналов. К ликвидации последствий подтопления привлечены 59 человек и 25 единиц техники. На местах начали работать специальные комиссии, которые будут оценивать размер ущерба, причиненный паводком. От наводнения минувшей ночью пострадали и жители Вольнинского сельского поселения, в том числе Хотор Кармалина-Гидроицкий. По предварительным данным подтоплено около 50 домовладений. На Вольном грунтовые воды, огороды, утопленные, предусадленные участки. Здесь вода сошла с гор и подтопила только Кармалина-Гидроицкий. Теперь на сегодняшний день мы уже подсчитали 60 домовладений, у которых везде вода была, а 13 домовладений – это в дворах, в домах была вода. В восстановительной работе сейчас идут группа МПС сельским поселением. Это откачка воды, расчистка дренажных каналов, чтобы воду отвезли, чтобы от усея вода ушла с последнего. Первый раз не было в хате воды, так не дошло. Полные погреба, в гараже вода, там у меня кухню я сделала. Ребята сейчас вычистили, помыли. У хати вот полос вынесли, этот линолем полы, потому что в другой хате выносить надо линолем. Аварийные работы будут продолжаться до полного восстановления. Руководство района постоянно находится в зоне ЧАЭС и контролирует ход работ.